Баилов мыс Переносят Адмиралтейство Центр военно-морского флота России на Каспии Перемещается в эту небольшую, уютную Баиловскую гавань Изначально очень грамотно распланированная территория Создаст впоследствии маленький слепок города Который за последние полтора столетия Пройдет все наиболее яркие, а подчас и драматичные Повороты бакинской истории К концу 19-го столетия Баилов мыс представлял собой сложившееся городское поселение Ее своеобразным ядром было здание морского офицерского собрания Украшенное великолепной резьбой по камню Потрясающими интерьерами, лепниной, кованым железом и так далее Это здание было не только центром военного ведомства Но и местом проведения довольно значимых общественных мероприятий И вот вокруг этого сооружения начинает складываться довольно интересная застройка На месте этой весьма популярной на Баилово 49-й школы В 1871 году возводится грандиозный пятиглавый собор имени митрополита московского Алексия Именно здесь, в так называемой флотской церкви В 1901 году произойдет крещение Надежды Аллилуевой, второй жены Иосифа Сталина На месте, где некогда находились солдатские казармы В 1887-88 годах выстраивается довольно мрачное сооружение Баиловской тюрьмы 39-я камера которой в 1908-м и 1910 годах станет местом обитания будущего отца народов А Баиловская тюрьма там осталась? Да, товарищ Сталин В 1934 году сносится флотская церковь А за два года до этого пустит себе пулю в сердце Надежда Аллилуева Таким образом, маленький скол Баку Баилов мыс, как море в капле воды Вобрал в себя все драматичные повороты советской истории Своеобразным символом преемственности Баиловских традиций является так называемый Баиловский сад Некогда небольшой Адмиралтейский сквер Этот сад станет центральным местом, собравшим вокруг себя довольно значимые сооружения Примечательно и то, что этот сад в своем сегодняшнем виде и названии продолжает нести вот эти военно-морские традиции Сегодня этот сад назван именем Гафура Мамедова Таким образом, традиции Баилова в современном контексте продолжают жить в его зеленой архитектуре Я вам готов поклясться телом и душою Милей Баилова в Баку поселка нет Одним из памятников Баиловской истории архитектуры является Народный дом Очень симпатичный особняк, возведенный в 1906 году Был построен на волне первой русской революции и планировался как клубное учреждение Где рабочие должны были приобщаться к чтению, к интеллектуальным видам деятельности и как-то проводить свой досуг Неудивительно, что подобного рода учреждения очень быстро становятся объектом пристального внимания большевиков Именно здесь, в марте 1908 года, проходит партийная конференция большевиков В работе которой принимает участие Иосиф Сталин Стены этого здания буквально дышат историей Однако его дальнейшая судьба, как и в случае со многими Баиловскими достопримечательностями, висит на волоске Некогда своеобразный сателлит, спутник Бакинской крепости, развивавшийся одновременно, но совершенно параллельно от некрепостной части города Баилов мыс сегодня – это неотъемлемая часть растущей бакинской агломерации Весьма престижная его часть, о чем можно судить по весьма современным и масштабным строительным проектам, осуществляемым здесь сегодня Однако на этих старых бакинских, баиловских улочках продолжает жить дух истории этого города Здесь сохраняются островки как дореволюционной, так и советской истории И сохранить их на фоне осуществляемых здесь грандиозных строительных проектов чрезвычайно важно Ибо, сохранив дух этой истории, мы сохраняем эту историю для себя и для будущих вокалей Кусочек Родины Баила дорогой Редактор субтитров А.Семкин